МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжаем. На телеканале эфир хроника происшествий. Наверняка не самыми добрыми словами говорили сегодня многие горожане о водителе Митсубиси, который не справился с управлением и, пробив секцию металлического забора, вылетел на трамвайные пути. Иномарка получила серьезные повреждения, но не это главное. Было парализовано движение трамваев, и многие казанцы сегодня опоздали на работу. Они ехали, я видел, и перевернулись вот здесь, и здесь оказались. А почему? Причин предварительно никакой. Ну, они в паре выхударились. Пьяны, наверное, я не знаю, чего. В том, что оба молодых человека пьяны, сомневаться не приходилось. Вот только кто был за рулем иномарки, выяснить на месте не удалось. Похоже, что в момент аварии оба они находились в машине, несмотря на то, что выдавали себя всего лишь за очевидцев. Я вообще не живем был, ты что говоришь? Вы не за рулем были? Просто прохожу. Мимо проходили? А почему у вас кровь тогда? Порядь, что ты говоришь-то сейчас? Ты убери свою камеру. В каком месте они ударили? Вот. Вот я вот здесь. Вот отсюда ехал? Да. Они отсюда ехали? Они отсюда ехали. А это что, забор ты дала туда? Забор? Да. Я даже, да. Буртань, отсюда ехали? А может быть, я отсюда. Да. А ты откуда ехал? ДПС. Постепенно на месте аварии стали скапливаться трамваи. Раздосадованные пассажиры были вынуждены идти пешком. Их эмоции в этом случае вполне понятны. Досажать их надо. А почему, думаете, происходят такие вещи? Почему? Потому что пьют и курят. Наркоманов много. Думаете, в этом причина основная? Думаю, в этом. В результате ДТП иномарка получила серьезные повреждения и лишилась передних колес. А вот люди почти не пострадали. Ушибы на рану, лобные области, алкогольные тенения, клубы. Выяснить, кому принадлежит автомобиль, будет несложно. Несмотря на все уловки, водитель лишится и прав, и машины. Движение, кстати, было восстановлено лишь к девяти часам. Далее же. Поздним вечером на пересечении улиц Глушко и проспекта Победы под колеса Лады Калины попал велосипедист. В момент аварии двухколесный транспорт двигался в общем потоке машин. Причин происшествия на месте выяснить не удалось. Хозяин Калины от комментариев отказался. Спустя буквально пару минут пострадавшего мужчину забрала скорая помощь, которая проезжала мимо. По предварительным данным, человек получил несколько переломов и травму головы. Непотушенная сигарета чуть было не стала причиной большой беды в одной из квартир дома по улице Адмиралтейской. Первыми дым, вырывающийся из-под двери, заметили соседи. Все попытки достучаться до жильца оказались тщетные, и люди вызвали пожарных, которые, поняв, что медлить нельзя, выломали дверь и вытащили мужчину в общий коридор. Правда, он хоть и не пострадал, но так и не проснулся. Они его сюда вот вытащили. То есть он как спал, так и спал? Да. Нет, он еще и изматерился на них. Потом уже уполз. Причина, по которой парень не просыпался, стала ясна сразу. Рядом с кровати лежали четыре пустые водочные бутылки. Мертвецкий пьяный человек даже не осознавал, что происходит. Каждый день пьет. Вон же. А почему, собственно, вот что не случилось, не знаете? Курил, да и упал сигареты. В постели, да? Да. В этом старом доме все перекрытия деревянные. Если бы соседи вовремя не забили тревогу, то огонь охватил бы весь подъезд. Задыхаясь дыму, хозяин квартиры не слышал даже звуколомаемой двери. Стучали еще как. И что в итоге? Кашлял там и все, не открывал. Пожарная часть располагается прямо во дворе дома. Быстрый приезд огнеборца был в этом случае как нельзя, кстати. А какие травмы у него? Какие травмы у него? Да никакие травмы. Он надышался. В пожаре пострадала лишь мебель. Станет ли этот случай для мужчины уроком, пока неизвестно. А вот соседям погорельцы бдительности терять явно не стоит. Продолжим после рекламы. Оставайтесь на нашем канале. Невнимательность водителя десятки стала причиной аварии на Фермском шоссе. Между прочим, это была девятая модель. Выезжая по второстепенной дороге, молодой человек не пропустил «Шевроле». В итоге водитель иномарки не успел нажать на педаль тормоза и на всем ходу врезался девятки в бок. Буквально в десяти метрах от дороги располагается озеро Кабан. Неподалеку в этом месте есть пляж, и днем здесь собираются отдыхающие. А вот ночью берег нередко становится местом помывки машин. Предвидеть их выезд на дорогу мешает густой кустарник. Я машину помыл. А вы не видели? Вы видели его в фильме? Ну, в последний момент. Ты прямо передо мной, как в Камикаде, я же был по скорости. И все. Отрицать свою вину парень не стал. Изъяснялся на русском он с трудом, но настаивал на том, что опыт вождения у него большой, ведь права он получал еще у себя на родине. Я видел, смотрел, он далеко был. Я думал, я успел. Ну, он выскочил, да, прямо на скорости. Я ему, да, я никак не ожидал, абсолютно. Потому что я уже 38 лет за рулем. В итоге большой опыт вождения не уберег от аварии никого. Пока ждали сотрудников ГАИ, плохо стало пожилой пассажирки «Шевроле». Ей вызвали скорую. К счастью, все обошлось благополучно. В аварии пострадали лишь машины. В поселке Сухая река на улице Камчатской загорелся двухэтажный дом. К приезду первых пожарных подразделений огнем была охвачена вся постройка. Как рассказали местные жители, хозяева дома умерли, и его тут же облюбовали бомжи. Находился ли кто-нибудь в доме в момент возгорания до последнего момента оставалось неизвестным. Да, да, да. Я вон на работу в 8 утра, каждый утром вот открываю, смотрю этот горит, начал гореть. Стоят ребята, говорю, ну вызывайте кого-нибудь. У меня, говорю, этот, я не знаю, как вызвать. Ну, потом мне подсказали, я вызвала. Махом приехали. Несмотря на то, что первые пожарные подразделения были на месте уже через несколько минут после вызова, огонь успел распространиться практически по всей площади строения. Раньше у этого дома были хозяева. После их смерти соседи по участку не стали сносить еще довольно крепкое здание, видимо, решив использовать его по своему назначению. Пока думали, дом облюбовали бомжи и местная молодежь. Слышали только звук от машин. Потом что-то вышли, а тут горит, мы даже не знали. А давно дом пустуют? Давно. В прошлом году что ли, молодежь туда. Может, молодежь, может, а бомжи какие, кто знает. Бомжи, говорят, жили там. Вот причина что. Может, сигарету не потушили, может, что. Ну, сейчас выяснится внутри, кто есть, нету. Что именно стало причиной внезапного возгорания и мог ли кто остаться в горящем доме, будут выяснять дознаватели. Местные жители утверждают, что накануне здесь практически до утра веселилась неизвестная компания. Куда ребята делись потом, вряд ли удастся выяснить. А вот сгоревшую постройку нынешние хозяева участка теперь, вероятнее всего, все-таки снесут. Два человека серьезно пострадали в результате аварии на Оренбургском тракте. Там лада 14-й модели вылетела с дороги и на огромной скорости врезалась в столб. От сильного удара световая опора буквально повисла над проезжей частью. Как удалось выяснить, автомобиль двигался в сторону Казани. По какой причине женщина, управлявшая легковушкой, не смогла удержать машину на дороге, выяснить пока не удалось. С многочисленными переломами женщину-водителя и сидевшего рядом с ней пассажира, прибывшие на место медики, доставили в больницу. Каждый день мы рассказываем об опасностях жизни, чтобы с вами такого не случилось. Далее тема Сергей Шерстнев и его гости. Добрый вечер, Сергей. Здравствуйте. И слепой от рождения мальчика с Казани стал лучшим чтецом Корана по системе Брайля в России. Мы познакомимся с ним прямо сейчас. Не переключайтесь.